В Барановичах что день на линию выходят 90 городских автобусов. И напыло на амаль у кожным язык на протягу маршрута сносится далеко не один безбилетник. В минулом году до отказности в городе было притягнуто больше за 10 тысяч зайцев, амаль на 1200 больше, чем у 2016. При этом проверено было только 30% рейсов. В связи с этим нам были разработаны контрольные мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение неоплаты проезда в городском численном транспорте. И это, в свою очередь, привело к своим результатам. Тенденции в 2018 году к увеличению безбилетных пассажиров пока не наблюдается. Процент окупаемости городских перевозок самый высокий в республике. И на сегодняшний момент составляет 91,4%. У выпад куколи пассажир, не жадая плачивать штраф на место, контролер повинен скласти протокол. И тут, бывая, незадоволенные порушальники подшинают открытую конфликтовать и спрощаться. Убегают, ругаются, высказывают свое мнение. Люди должны понимать, что оплачивать проезд должны все. Работа, скажем так, сложная. Надо быть стрессоустойчивым человеком, потому что наши пассажиры, скажем так, не всегда ведут себя адекватно. Есть категория людей, которые принципиально не оплачивают проезд, они это не скрывают. С минулого года контролеры пошли выходить на работу с видеорегистраторами. Сегодня у Барановича химика расстаются уже 65% штатных работников контрольной службы. В связи с тем, что у нас появились видеорегистраторы, конечно, это дисциплинирует пассажиров. То есть многие, они ведут себя более лояльно в отношении контролеров. При видеорегистратора люди как-то настораживаются. Они знают, что их снимает видеозапись ведется, их записывает разговор. Поэтому некоторые, конечно, сразу же без вопросов оплачивают штраф. Виноват – оплачу. Великие надеи, у Топарки складаются на недавние измены в Кодексе об администрационных правопорушениях. Поводли их штраф за безбилетный проезд теперь может стать удвоя большим. Если ранее его померк складал полову базовой велешини, то теперь у залежности от обставин порушения может досягать целой базовой. А это межиншим – 25 рублей. Для правонания на этой гроши можно было купить талоны отразу на 50 поездок. Обращаясь к пассажирам, хочется сказать, что безоговорочная плата проезда позволяет нам оперативно менять подвижной состав на более новый, а также корректировать маршрутную сеть с учетом пожеланий пассажиров. Алина Ракузька, Сарана Страха, Юрид Ситу, Телерадио, компания «Брест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова